Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема – «Арт-библиотека. Обширный корпус литературы об искусстве в арт-портале». По арт-порталу традиционно вебинары веду я, потому что к этому проекту имею некоторые отношения, занимаюсь некоторыми частями этого проекта. А, ну вот, «Арт-библиотека» – это одна из частей. Я, правда, к ней собственных рук не прилагал, но чрезвычайно интересный проект, о котором я хотел бы рассказать. Сегодняшний наш вебинар, наверное, не будет очень долгим, потому что... Да, всех приветствую я еще раз, и тех, кто вновь появляется. В общем-то, наверное, хватит мне от получаса до сорока минут. Вот, традиционных часа-полтора у нас сегодня не будет. Но, тем не менее, давайте начнем. Конечно, нельзя не говорить о арт-библиотеке, не упомянуть общий проект, в рамках которого ведется эта работа. Проект «Арт-портал», в двух словах скажу про него. В декабре прошлого года я проводил вебинар по арт-порталу. Если кому-то интересно, найдите, пожалуйста, в записях этот вебинар. Там подробно рассказано про арт-портал, про все его возможности и дополнительные проекты. А вот, а сейчас скажу вкратце. Арт-портал, он у нас развивается уже достаточно давно, лет 6-7, наверное. Начинался он как такая достаточно типичная, но, несмотря на это, достаточно обширная галерея. Галерея изобразительного искусства. Основу нашей коллекции составляли когда-то существующие у компании Директ Медиа, выпущенные компанией Директ Медиа, компакт-диски с огромным количеством произведений искусства. Потом концепция расширялась. Изменялись требования к изображениям. В частности, большое количество изображений были за это время заменены на свои более качественные копии. Более качественные как с точки зрения разрешения, цветопередачи, так и с точки зрения описательной, то есть атрибутики этих изображений. Ну и в какое-то время проект начал развиваться уже не только вглубь, но и вширь. И проект стал под собой содержать несколько подпроектов. Ну, во-первых, мы стали активнее описывать, то есть в нем стало больше текстов, причем текстов учебной направленности. Мы ориентируем этот проект на обучение, поэтому в отличие от традиционной галереи, где сухо все излагается, а иной раз даже атрибутика дается неполная, мы идем по пути на наибольшего описательного, что ли, достаточно большой описательной работы. Во-первых, многие изображения для них появились, кроме атрибутики, относительно подробные описания, там где-то от абзаца и больше. Уже описание текстом, прямо текстом, большие достаточно описания. Потом у нас появились описания для большого количества музеев с указанием на сайты этих музеев. Появилась информация биографическая об основных мировых авторах, художественных авторах, великих художниках, архитекторах и так далее. После этого появилось достаточно подробное описание жанров и эпох в искусстве с самостоятельно созданными видеороликами, с мультимедиа и так далее. Особо хотелось бы отметить проект, в котором я принимал активное участие, который продолжает развиваться, это арт-отека. Это особый большой отдел арт-портала, в котором... Это подписной сервис внутри арт-портала, внутри которого мы... Внутри неправильно, да? Который представляет собой... Ну, в настоящее время три выпуска каждый месяц. Каждые 10 дней выходит новый выпуск. Это вроде бы как такой электронный журнал. Выпуски представляют собой достаточно обширные структурированные тексты и набор структурированных мультимедиа-материалов от отдельных изображений, слайдеров, осей времени и до достаточно серьезных и сложных мультимедиа-интерактивных путешествий по отдельным произведениям сверхбольшой четкости. Вот, то есть достаточно обширные материалы стали появляться на нашем арт-портале. Ну, и логичным продолжением нашего арт-портала явилась арт-библиотека, которая, по сути дела, является такой мини-EBS внутри арт-портала. Хотел бы отметить для тех, кто, ну, вряд ли кто-то не в курсе, но на самом деле никогда не грех напомнить, что компания Директ Медиа, которая делает этот проект арт-портал, ее флагманский продукт – это электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн, который реализуется на рынке на вузовском, в основном на вузовском, не только на вузовском, но в основном на вузовском рынке. А проект арт-портал, ну, что ли, не хотел бы сказать противовес, но несколько такой параллельный проект был. Он в основном бесплатный, то есть большинство функций арт-портала являются бесплатными, но у него есть и платный тариф, которым могут воспользоваться как частные лица, так и юридические лица, и в нем гораздо больше возможностей. И вот такие возможности, как арт-портал, теперь арт-библиотека являются присущи платному тарифу. Вот, там небольшие деньги, на самом деле, по сравнению с традиционной ЭБС, небольшие деньги. Так вот, создание арт-библиотеки являлось естественным шагом. Мы отобрали в нашей ЭБС, в нашей большой ЭБС, все книжки по искусству, которые имеют какое-либо отношение к искусству, и поместили их в арт-портал. В результате у нас получился продукт, недорогой продукт, который могут приобрести, например, вузы или среднеучебные заведения или даже школы, которые хотят наполнить свое содержание направлением искусства, преподают соответствующие предметы, например, мировую художественную культуру предмет. Вот, им, быть может, не нужна наша большая ЭБС, но зато за какие-то небольшие деньги они могут приобрести платный тариф арт-портала и приобрести только ту часть электронных книг, которая является в этом направлении. Но давайте я все-таки напомню чуть-чуть про наш арт-портал. Что-то я на одном слайде заговорился. Давайте все-таки напомню. Арт-портал располагается вот по этому адресу. Арт-библиоклуб.ру Вообще большинство наших сервисов находится по вот этому. У нас есть домен первого. Сейчас давайте я все-таки порисую. Я люблю на слайдах рисовать. Вот у нас есть домен второго уровня Библиоклуб. И внутри него есть разные домены третьего уровня. Вот приписываете просто слово ART к домену Библиоклуб.ру и попадаете на наш арт-портал в его бесплатную часть. Даже если вы не подписаны на него. Вы, кстати, можете зарегистрироваться, не являясь платным клиентом нашим. Все равно можете зарегистрироваться и кое-какие дополнительные функции при этом откроются. Но если вы просто заходите по этому адресу, вы тоже увидите большую часть нашего функционала. Вот здесь приводится некоторое количество областей искусства, которые у нас поддерживаются. Ну, практически все искусство у нас каким-то образом поддерживается. Ну, единственное, что я хотел бы отметить, что основная направленность арт-портала всего, разумеется, художественная, потому что на компьютере проще всего что-то показывать. Это изображается живопись, графика, архитектура, скульптура и так далее. А вот в нашей арт-библиотеке уже присутствуют и иные виды искусства, такие, как музыка, например, например, нотные собрания какие-то. Вот. Ну, и так, у нас на ад-портале более 65 тысяч изображений, более 7 тысяч авторов, описаны более 3 тысяч музеев. Как я уже говорил, по многим авторам есть биографии, почти все музеи описаны каким-то образом. Там какие-то есть по ним, ну, как говорят, объективки, да, то есть, что это за музей, где расположен, где его сайт и так далее. Практически все изображения содержат достаточно полную атрибутику, то есть, название, автор, размеры, иногда где хранятся, где были сделаны, ну, иногда и дополнительную какую-то информацию. Вот стили и направления. Здесь не все приведены, там примерно два десятка или три десятка стилей и направлений, и жанров у нас поддерживается. По ним можно фильтровать, то есть, фильтровать поиск с тем, чтобы только это направление присутствовало в выборке. У нас есть отдельное, как я уже говорил, направление, связанное с арт-проектами нашими, или артотекой, так называемой, и в основном в ней, но не только в ней, потому что это немножко мигрировало и в наш арт-портал тоже, в более общую область нашу, да. Это галереи изображений, слайдеры, то есть, одно из направлений, в котором мы развиваемся, это увеличение интерактивности и мультимедиа. И вот в этой области это галереи изображений, слайдеры, интерактивные оси времени, видеоматериалы. Их, правда, не так много, но они носят, скорее, такой учебно-прикладной характер. Мы не рассматриваем видео как отдельный вид искусства, то есть, у нас нет по видео раздела такого же, как по изображениям, но видео у нас иногда применяется для показа в качестве слайд-шоу, в качестве дополнительных мультимедийных материалов, постановочное видео, которое мы сделали для жанров и эпохи жанров, ну и так далее. Ну и вот такая наша гордость, это интерактивные путешествия, это путешествия по отдельным полотнам. Мы находим огромные изображения, изображения размером примерно в один гигапиксель. Берем эти оцифровки и описываем отдельные фрагменты этих изображений с большим увеличением. Получается такое интерактивное путешествие на от 50 до 200 сюжетов, как правило, мы описываем, но иногда поменьше, если их реально на картине меньше, да. Вот, с большим увеличением и с точным указанием, кто здесь изображен, почему изображен, что это за сюжет и так далее. Это, конечно, уже выбивается за рамки галереи на все 100%, да, это совершенно новый вид, я бы даже сказал, что это новый вид искусства, вот такой вот. А, вот, вот мы его тоже осваиваем. Такие интерактивные путешествия у нас реализуются внутри артотеки. Ну, несколько таких... А, наверное, давайте я дойду до артотеки, и тогда немножко расскажу о них. Многие картины у нас, многие изображения у нас приведены в большом разрешении. Вот, например, одна из них – это явление Христа народу, почти в огромном разрешении приведена, и можно разглядеть большие детали. Вообще, как я уже говорил, одно из направлений наших деятельностей за последние годы является не столько пополнение коллекции, она у нас и так достаточно полна, ну, по крайней мере, для того, чтобы для учебных целей основные шедевры ей уже охвачены, сколько улучшения качества этих изображений. Если изначально, там, лет 7-8 назад, качество изображений было такое, как мы смогли найти, то потом целенаправленно работали в сторону улучшения качества. Ну, а под улучшением качества в том числе подразумевается и нахождение все более и более высокоразрешающих изображений, ну, если говорить простым языком, все более больших, да, больших изображений по размеру. Вот, где можно разглядеть лучшие детали. Ну, и, соответственно, и лучшие по цвету передачи тоже ищем изображения. Вот, ну, это является основной функцией, то есть это входит в основную функцию от портала, показ изображений с увеличением. Вот, это можно, могут использовать все. Где-то примерно 2 года назад мы стали развивать, серьезно так развивать раздел от портала, который называется «Эпохи и стили». И каждую эпоху и стиль, каждый стиль в основном про эпоху, честно говоря, не помню. Ну, здесь они вместе, да, вот, «Высокое возрождение», это не поймешь, это стиль или это все-таки эпоха, скорее эпоха, да. Ну, во-первых, можно сразу перейти основные произведения, посмотреть вот здесь вот в таком вот слайдере они показаны, можно, например, сразу ткнуть вот здесь вот, ну, и посмотреть вот этот вот автопортрет Малевича, насколько я помню. Вот, а можно перейти вот сюда на сам стиль и прочитать достаточно объемный текст о стиле, посмотреть видеоролик об этом стиле, ну, и массу дополнительного получить информацию уже в таком, в текстовом, структурированном, в структурированном виде. Да, ну, вот так вот примерно выглядит описание стиля академизм. Вот видите, достаточно какой-то подробный текст, который можно использовать где-то, можно со ссылкой, конечно. Ну, со ссылкой не потому, что мы так сильно за наши права боремся, а потому что студентов, конечно, надо приучать к тому, чтобы они делали ссылки на источники, но вот эти тексты наверняка явно можно использовать в каких-то рефератах, эссе и так далее, в учебных целях. А вот здесь вот наш ролик, который специально сделан нами, костюмированный ролик, где в доступной форме рассказывается об этом стиле. Здесь есть разные варианты стилей. Видите, этот стиль в скульптуре, в живописи, основные авторы стиля, стиль в разных странах и так далее. Видите, со всех сторон этот стиль каким-то образом рассматривается. Ну, есть у нас еще такой раздел «Арт-учебник», где он не совсем отдельный, то есть в нем тоже проводится такой... По основным направлениям, которые изучаются в соответствующих вузах и школах, у нас есть некоторые тексты, которые... И самое главное, некоторые подобранные коллекции, которые можно использовать для того, чтобы... Для целей обучения. Еще один проект, который у нас... Подпроект, который развился у нас вот в течение последнего года, это «Лента времени» от «Хронограф». Ну, про «Ленты времени» я могу много говорить. Это одна из моих любимых тем. Ну, вот одну из таких «Лент времени» мы реализовали в ортотеке. Это интерактивный некий инструмент. Вы вот здесь вот снизу можете щелкать на разные периоды времени. Можете выбирать страну вот здесь. Одну из нескольких стран, таких великих стран в области искусства. И все, что сделано в этой стране, укладывается вот в такие шесть полос, которые уходят в бесконечность трехмерную. Это история, архитектура, живопись, скульптура, литература и музыка. Вот. И вот они где-то там по каждому из этих направлений есть, видите, в разное время, есть разные произведения. Вот. По каждому из них можно щелкать и вот получать, например, такие достаточно подробные описания по каждому предмету. Вот. Ну и, наконец, тот подпроект, к которому я имею непосредственное отношение, артотека. Это, как я уже говорил, это подписной сервис. Каждые 10 дней выходит новый выпуск. На главной странице артотеки вот такой вот плиточный дизайн, в котором можно щелкнуть на каждую плитку и перейти. Сейчас около 120 уже выпусков готовых есть. Если вы подписаны на арт-портал, то имеете доступ ко всем. Если не подписаны, то только к некоторым. Это примерно, если не изменяет память, у нас 7 открытых проектов есть, которые можно посмотреть. Причем, это проекты очень неплохие, включая вот те, о которых я говорил, проекты интерактивные путешествия, в которых можно вот в интерактивной форме посмотреть на отдельные произведения искусства в большом увеличении. Ну, вот так вот выглядит вот этот плиточный дизайн. По которому можно щелкнуть и что-то посмотреть. Да, видите, вот некоторые из проектов имеют подпись демо. Это значит, их можно посмотреть в бесплатном режиме. Ну и вот, например, последний день Помпеи. Это один из демо-проектов, в которых реализована технология интерактивного путешествия. Здесь можно побродить по этой картине и про каждого из персонажей что-то полезное написано, почитать что-то. Вот так выглядит примерно наше интерактивное путешествие. Слева увеличенная часть изображения. Полотна справа какая-то информация. Про нее информация может быть текстовая, может быть графическая, иногда даже видеоинформация. В данном случае тут приведено изображение. Наверное, вы поняли, какое это явление Христа народу Александра Иванова. Справа здесь дается в данном случае тот эскиз, по которому потом рисовался один из этих персонажей. Вот видите, вот этот вот персонаж, Фрисей в челме, он почти полностью перешел на итоговое полотно вот в таком вот виде. Ну и, наконец, арт-библиотека. О, я прошу прощения, тут вот буковка И случайно попала. На нее не обращайте, пожалуйста, внимания. Вот, надо зачеркнуть. Арт-библиотека. В нее можно либо сразу перейти в арт-портале. Если, конечно, вы подписаны. Сейчас в открытом доступе ее пока нету. Ну, ее и не будет, но, насколько я помню, нет даже... Можно попасть только в About, то есть в описание этой арт-библиотеки. Вот. Ну, можно воспользоваться вот этим вот адресом. Artbiblioclub.ru slash artbook. Вот по этому адресу она располагается. Из себя она представляет, как я уже говорил, мини-эбэээс такую. То есть в ней производится доступ в настоящее время примерно к 3000 книг, посвященным разным вопросам и аспектам искусства. Вот мы так хорошо посмотрели. Наш библиограф специально смотрел. Это ручной отбор. Мы посмотрели наши... Все наши возможности и выделили вот эти 3000 книг в отдельный проект. Видео плюс арт. Видео у нас присутствует в основном... Отвечаю Олегу Васильевичу. Видео у нас присутствует в основном... Нет, не в основном, неправда. В нескольких местах присутствует. Видео у нас присутствует в некоторых наших проектах арт-отеке. а также видео присутствует в описании эпох и стилей, многих основных эпох и стилей. Вот там есть видео, его можно посмотреть. А так, видео, конечно, для нас не основное медиа, с которым мы работаем. По-хорошему, если об искусстве делать хорошее видео, это стоит очень больших денег. Мы делаем либо поясняющие видео какие-то, либо вот такие немножко игровые видео, но их не так много, около десятка или полутора десятков, либо слайд-шоу, либо какие-то... А, да, вот еще один вариант видео, который у нас кое-где есть в ортотеке. Это некий аналог вот таких вот технологий. Сейчас я еще раз покажу. Ну, да, вот если у вас есть гигантское изображение, по нему по-разному можно ходить. По-разному его можно показывать. Вы можете сделать такое интерактивное путешествие, где сами перещелкиваете и ходите по какой-то траектории, да. А можете сделать видео, которое переносит условную камеру от кадра к кадру, и при этом объяснение внутри этого видео сделано. Ну, или просто это видовое видео, которое перемещается от одного увеличенного объекта до другого, где-то подбавляет увеличение, где-то наоборот отходит на задний план, потому что, ну, на таких обширных полотнах, которые имеет смысл рассматривать с этой точки зрения, есть разные детали, да. Ну, например, здесь можно поинтересоваться, ну, к примеру, да, как прорисованы там усы у этого человека. Это будет максимальное увеличение, да. А с другой стороны можно посмотреть, захотеть посмотреть все фигуры апостолов и откатиться назад для этого надо будет. Там увеличение примерно только в два раза будет интересным. То есть где-то от двух до тридцати раз изображение можно отдалять и камеру, или наоборот ее приближать с тем, чтобы показать объекты разного рода, да, разного размера. Вот, так вот, это можно сделать либо в интерактивном стиле, который мы чаще всего делаем, либо в видео стиле, тогда это уже будет вот жесткое видео, вы просто его и смотрите, и камера перемещается, то наезжает, то отъезжает. А вот такие видео мы тоже делаем, это достаточно интересные... Понятно. Достаточно интересные технологии, которые мы освоили, она, в принципе, при наличии хорошего изображения, недорогая, но стоит... Некоторое умение надо иметь, чтобы это сделать. Получается очень неплохая, интересная вещь при этом. Вот так примерно выглядит общий экран от библиотеки. Ну, по сравнению с нашей ЭБС, это крайне упрощенная версия ЭБС, мы понимаем, что имеем дело почистую и со школьниками, где нужно как бы все попроще сделать, поэтому весь каталог, собственно, он такой вот интерактивный, собран вот в 15 таких вот... 15 элементов, 15 областей. Этот же каталог можно выбрать вот здесь, и тогда вот здесь вот слово каталог, красное на красном не совсем видно, но, надеюсь, вы видите. И тогда это просто вывалится в качестве списка. Ну, вот вы видите, какие области здесь охвачены. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, киноискусство, компьютерная графика, культурология, музеи ведения, музыка. Вот очень обширный раздел по музыке здесь включен, которого ранее в арт-портале вообще не было. Реставрация, скульптура, танец. Вот здесь почему-то белым... А, наверное, потому что в момент, когда я делал скриншот, мышка наехала на него. Театр, теория и история искусства и художественная фотография. Ну вот пока столько разделов. Не факт, что столько останется. Может быть, потом будет какая-то более сильная... Рубрикатор будет более такой развернутый. Ну, пока он такой вот элементарный рубрикатор из одной ступени и 15 разделов. Что-то я хотел по поводу этих разделов... А, нет, потом скажу. Ну, если мы переходим на раздел, то получаем вот такой простейший список книг в разделе. Обращаю ваше внимание, он тоже упрощен по сравнению с нашей ЭБС. Он тоже крайне упрощен. Это специально сделано, чтобы не загружать дополнительной информацией. Чтобы как можно проще можно было перейти сразу к синюю и... И так далее. Здесь можно сортировать этот список по названию, по автору, по году этого издания, году выпуска этого издания. И уже здесь можно скачать весь список в формате Excel. И для того, чтобы как-то у себя обработать, если это необходимо. Да, ну вот... Тоже скриншот из этого списка. Мне почему-то понравились вот эти вот книжки. Рисуем на коленке, собачки, кошки. Для кого-то это будет интересно. Такие у нас тоже есть, кроме... Кроме серьезных книг по искусству. Вот такие тоже у нас есть. А, ну и вот так вот выглядит импорт в Excel. Ну, все, что здесь надо. ID, ссылка на эту книжку, авторы, названия, выходные данные. И, что важно, библиографическое описание, которое можно сразу включить в список литературы, если это необходимо. А вот так выглядит, если мы в предыдущем пункте, ну вот здесь, например, где-то ткнули на книжечку, то переходим уже к странице предпросмотра. Она немножко напоминает страницу предпросмотра ВБС, но тоже достаточно проста. Здесь есть большая кнопка «Читать», на которую можно сразу нажать, не обращая внимания на все остальное. Ну, есть и некоторая дополнительная информация. АСБН, УДК, ББК. Информация об издании, жанр, дисциплины, к которым она подходит. И вот здесь достаточно хорошая информация, которая может пригодиться сразу. Это либо аннотация, либо содержание. Это перещелкивающиеся такие пункты. То есть какие-то такие развернутые тексты по каждому из изданий. Я, когда рассказываю про ВБС, всегда говорю, что очень важно максимальное количество информации дать на экране предпросмотра, потому что до чтения часто не доходит. То есть люди, когда подбирают себе литературу, они переходят вот на этот экран предпросмотра, и в подавляющем большинстве случаев они оттуда уходят, потому что это еще этап поиска, а не этап чтения. Ну и вот здесь вот аннотация, а также содержание. Вот если мы нажмем на содержание, то сразу вывалится все содержание с кликабельным списком страниц. Этот список страниц, он во многом аналогичен кнопке читать, но с той разницей, что кнопка читать посылает на первую страницу, а здесь на конкретную страницу в конкретную главу. Например, вот жанр натюрморта в изобразительном искусстве. Сразу можем перейти. Так вот, аннотации и содержание, если они находятся еще на странице предпросмотра, они повышают шанс этой книжки быть прочитанными. Ну и, наконец, последняя, не хочу сказать последняя стадия, последний уровень, да, это, собственно, читалка, то, ради чего все делается. Читалка тоже упрощена по сравнению с читалкой в ЭБС. Здесь есть возможность ходить вперед-назад, на начало, на конец и на конкретную страницу. Вот эта часть, она регулирует масштаб. Можно увеличить, уменьшить масштаб, разверстать на всю страницу, либо по ширине. Здесь можно получить текстовый слой, если он есть в книжке. Здесь можно распечатать страницу. Здесь можно искать по текстовому слою. Ну и, наконец, это выход из читалки на предыдущий уровень. Ну а здесь само содержание, да, разумеется. Внутри вот здесь вот это само содержание. Еще можно получить информацию о книге. По сути дела, это та же страница предпросмотра, но не выходя из самой читалки. Ну и можете сделать закладку, и потом в списке закладков в вашем личном кабинете будет закладка на какую-то конкретную страницу, как в конкретной книге. В арт-библиотеке есть личный кабинет. Точнее, если быть более точным, личный кабинет, вот он здесь сбоку располагается. Я заблурил конкретную фамилию. Вот здесь вот. Здесь будет ваша фамилия, если вы будете подписчиком. Или название вашего учебного заведения, если юридическое лицо купит эту подписку. Здесь личный кабинет, закладки и история. История – это просто история вашего хождения по разным книгам, то есть какие вы книги смотрели, доходили до стадии читалки с ними. Закладки – это то, что только что я вам показал. Если ставите закладку на определенную книгу в определенном месте, то она появится. Ну и личный кабинет, где это переход в личный кабинет всего арт-портала, в котором одна закладка посвящена арт-библиотеке. Вот так она выглядит. Видите, эта закладка называется «Статистика арт-библиотеки». Не закладка, а вкладка, прошу прощения. Если применять правильный язык для интерфейса. Статистика арт-библиотеки, которая состоит из двух подвкладок. Это статистика чтения и статистика посещений. Здесь вы должны задать какой-то диапазон времени, по которому вы хотите это посмотреть. Ну и, прошу прощения, не очень удобно рисовать мышкой, вот поэтому у меня иногда криво получается. Ну и у вас есть два варианта. Либо показать прямо на экране это, то есть посмотреть вот сейчас, либо выгрузить в виде Excel-таблички и уже анализировать у себя на компьютере в виде Excel-файла. Ну, у нас такой аккаунт свой местный, и там пока немного посещений. Вот мы можем видеть, вот эта статистика чтения, мы видим, что вот шесть книг за эти 14 месяцев были запрошены. Один пользователь это сделал, и он читал страницы такие-то, такие-то и такие-то. Это во многом аналогично статистике нашей ЭБС. Ну да, интерес это представляет, конечно, в основном это статистика для юридических лиц, у которых много пользователей. Соответственно, по каждому из пользователей можно посмотреть. Когда ты смотришь это про себя, то это, в общем, наверное, не так интересно. Вот это действительно аналогичные истории. Ну и можно посмотреть историю посещений вот по человеку. Вот в январе он четыре раза посетил, в феврале три раза и так далее. Это тоже имеет смысл, когда у вас много пользователей, смотреть, что, собственно, и как. Ну и вот мы близки к завершению. Я хотел бы просто отметить, что арт-библиотека это не просто мини-ЭБС внутри нашего арт-портала, ну в некотором смысле и существенное расширение его базы и иллюстративной базы. У нас, конечно, мы пополняем нашу базу, но я не мог бы сказать, что у нас вот существуют все изображения, которые существуют в этих книгах. То есть поиск по этим книгам какого-то конкретного изображения может дать положительный результат даже в том случае, если конкретно в нашей галерее этого изображения нет. Да, этого изображения нет. То есть теперь есть еще один способ расширения иллюстративной базы. Ну а уже как это изображение взять из самой книги? Ну, наверное, используя какой-то скриншотер, вполне каждый человек может это взять и использовать в своих интересах, если, конечно, это изображение. В общественном достоянии. Да, кстати, основной корпус изображений, который используется в нашем арт-портале, находится в общественном достоянии. То есть их можно использовать. Это шедевры, мировые шедевры, которые уже вошли оборот. В основном это без последних шедевров, шедевров, которые были со второй половины 20-го века и в 21-м веке. А вот такие тоже по подписке тоже у нас есть, те, на которые у нас есть права, но это меньшая часть. В основном 99% всех изображений находятся в общественном достоянии, а значит, вы можете их брать, использовать в своих проектах даже без указания авторства. Хотя авторство, конечно, никогда не лишне будет дать и атрибутику картины. Ну вот, то есть, если вы нашли это изображение у нас, ее можно использовать в своем труде. Но особенно это важно для студентов. Ну, к студентам, конечно, и так мало кто по суду привяжется, да? Ну, в том смысле, что вы как учебное заведение можете быть уверенными, что эти изображения чистые, их вполне можно использовать. Ну, вот здесь несколько обложек от библиотеки из разных видов. Из живописи, из графики, из прикладного искусства. Из музыки, из фотоискусства. Вот я специально подобрал из разных разделов, чтобы каким-то образом представить номенклатуру того, что у нас есть. Ну что ж, на этом у меня все. Есть ли у вас какие-то вопросы? По вопросам приобретения обращайтесь... Да, спасибо. По вопросам приобретения обращайтесь, ну, вот к вашим же менеджерам, с которыми вы общаетесь. Если у меня не изменяет память, я обычно не даю здесь информации о ценах, но, насколько я помню, для частного лица подписка на год составляет 800 рублей, а для юридического лица, ну, по-моему, было 20 тысяч. Могло что-то измениться, но, по-моему, так. Да, ну и последнее, что я сказал, ну, так вскользь, да, наверное. Арт-библиотека – это не отдельный проект, который отдельно оплачивается, а это просто дополнение к арт-порталу. То есть те, кто имел подписку на арт-портал, автоматически получают дополнение как подарок и арт-библиотеку. Ну, вот, собственно, и все у меня. Я надеюсь, что эта наша новость окажется для вас приятной. Вот, добро пожаловать в наш арт-портал. Пользуйтесь нашей библиотекой. Будут новости, и я буду рассказывать вам об этих новостях. Да, я пока не прощаюсь, потому что я же должен вам еще выдать сертификаты тем из вас, кому это важно. Есть у нас такая категория, которым это важно достаточно, поэтому я... Я прошу прощения, у меня это займет примерно полторы минуты. В это время я буду говорить, чтобы вы не разбегались. Сейчас мне надо будет сделать некие манипуляции с файлами. Сохранить их. Тех, кто присутствовал у нас. Это займет некоторое время. небольшое. А вы пока, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их приготовьте. Когда у нас какой-то другой спикер, то у того, кто ведет вебинар вместе со спикером, есть время за кадром сделать эту работу. У меня этого времени нет. Я одновременно и спикер, и обслуживающий персонал. Поэтому мне приходится каким-то образом держать аудиторию в то время, пока я выдаю сертификаты. Так, ну вот, все готово. И мне осталось только разместить вот эту традиционную запись, которую я обычно размещаю, где, собственно, их можно приобрести. сертификаты готовы, их можно приобрести на стандартном нашем месте. Я думаю, что от вас не было вопросов, значит, видимо, вы это и так знаете. Можно скачать презентацию в разделе «Ресурсы». Раздел «Ресурсы» включается серой кнопкой в виде папки в правом верхнем углу вебинарной комнаты и дальше на зеленую кнопочку рядом с изображением, рядом с названием сегодняшней презентации. У меня все. Всего доброго. Приходите в Директ Академию. До новых встреч. Продолжение следует...